В этом году программа акции «Ночь музеев» была насыщенной и интересной. На площадках посетители интересовались выставками, творческими выступлениями, экспонатами музеев. И, в принципе, наш музей игрушки, он собирает игрушки, которые делались когда-то у нас в стране. Это очень интересно, познавательно, особенно классно, когда они дают их потрогать. Около городского музея располагалась станция «Белый цветок». Студентки Саровского медицинского колледжа перебинтовывали прохожих и дарили небольшие цветы с сюрпризом внутри. Также рядом с этой площадкой играл военный оркестр. На музейном дворике работали кузницы под открытым небом, алошкарная мастерская, выставка образцов старинного оружия, а гостям предлагали теплый чай. Перед ходом здания выступали танцоры в исторических костюмах. Все эти активности подготовило Молодежное общественное объединение «Армир». На ночь у музеев выступали различные творческие коллективы. Ребята исполняли русские народные песни и играли на музыкальных инструментах. Мы исполняли авторскую песню «Русские умельцы», которая посвящена людям, посвятившим свою жизнь искусству, русскому народному промыслу. Атмосфера искусства царила в художественной галерее Сарова. Живописцы создавали картины прямо на глазах у посетителей, а дети с увлечением отгадывали загадки и создавали поделки. Вот моя коллега сейчас проводит с детьми воркшоп. Мы предложили детям провести свою собственную экскурсию по проспекту Мира. Причем главная мысль здесь в том, чтобы они составили ее на основе своих ощущений от проспекта, каких-то ассоциаций. Они собирают открытку, которую потенциально можно потом отправить, например, какому-нибудь другу в другой город. Ночь музеев собрала сотни горожан на свои мероприятия. Но интересоваться искусством можно не только в рамках акции, но и в любое время.